Всем привет! Сегодня поговорим о Крите. Кто не знает, это графический редактор, который абсолютно бесплатный. Вышел он достаточно давно, но более-менее обширную аудиторию приобрел относительно недавно. Итак, сегодня я расскажу и покажу вам 10 функций Крита. Я не буду разбирать тут суперочевидные и банальные вещи. Разберем более неочевидные функции. Первая функция это кнопка. Оригинальное название в программе такое. Этот инструмент позволяет закреплять любые картинки, то есть референсы. Их можно закреплять где угодно, даже поверх холста, если это требуется. А за счет изменений прозрачности во вкладке параметра инструмента, можно сделать фото прозрачным, для того, чтобы просвечивал холст. Также картинки можно накладывать друг на друга, уменьшать и увеличивать их размер. Вторая функция это так называемая волшебная палочка. Нажимая ей по холсту, она выделяет пятна. Это может быть даже лайн, если необходимо поменять его цвет. Но есть одно условие. Лайн в таком случае должен быть непрерывным. Также этот инструмент удобен в работе над пейзажем. В пейзаже много больших пятен и порой хочется быстро что-то сделать на небе на стыке с деревьями. Можно псой обвести деревья. А можно в один клик выделить пятно неба и поработать над ним отдельно от всего остального. Третья функция похожа на вторую. Это блокировка слоя. В данном случае можно сказать, что происходит некое выделение, но происходит оно на всем слое. Когда это может понадобиться? Я рисую перса на белом фоне. Пришло время его красить. Я залила все нужными мне цветами. Следующий этап это проработка. К проработке относятся мелкие детали, тени и так далее. Если делать это без выделения и без блокировки слоя, я буду постоянно выходить за край лайна. Стоит мне включить эту шахматную доску, как все мои пятна на слое, которые я нарисовала ранее, не позволят выйти за их границы. Четвертая функция одна из самых полезных. Главное знать где и как это применять. Я называю ее линейка. А вообще в программе ее название привязка. И на первый взгляд она не делает ничего особенного. Но стоит нам зайти в параметры инструмента, как мы видим целый список функций, которыми обладает этот инструмент. На мой взгляд одна из самых полезных это перспектива и точка схода. Функции перспектива можно применить для создания, например, интерьера. Чтобы более точно расположить предметы в пространстве комнаты или положить плитку на пол. А точка схода позволяет выставить эту самую точку схода, уже с проведенными к ней линиями. В параметрах можно легко выставить количество лучей, сходящие из точки схода. По этим линиям можно правильно построить морду фурии или что-либо еще. Более подробно, как именно пользоваться точкой схода для создания морды, я рассказывала в моем недавнем видео. Пятая функция это всем известная трансформация. Но в критии, на мой взгляд, она более расширенная, так сказать. Выбираем объект, нажимаем Ctrl-T. Объект выделен и готов к трансформации. После этого зажимаем Ctrl в этом режиме и начинаем двигать. Как видите, объект не просто увеличивается или уменьшается, он как бы уходит в пространство. Таким образом можно трансформировать, например, надпись, так, чтобы она идеально легла на поверхность стены. Шестая функция. Лично я ей не пользовалась конкретно в этой программе, но думаю, стоит ее упомянуть. Крите возможно анимировать. Для этого нужно всего лишь нажать на кнопку рабочее пространство, которое находится в верхнем углу экрана. После этого рабочее пространство крита изменяется. Боковые панели перейдут налево, а внизу экрана появится временная шкала. Седьмая функция, возможно, покажется не такой важной. Суть функции переключаться с режима ластика после того, как используешь пипетку. Для меня это казалось суперудобным. Я часто пользуюсь пипеткой и очень часто забываю выйти из режима ластика. Я помню, как меня это бесило в то время, когда я рисовала в САИ. Крите это проблема по умолчанию, продуманная разработчиками. Восьмая функция предназначена для быстрой заливки цветом. Честно скажу, я не пользуюсь данной функцией. Но я знаю, что многим эта функция будет очень кстати. Функция называется тонирующая маска. Чтобы ее использовать, необходимо выбрать инструмент редактирования тонирующей маски. Итак, у вас есть готовый лайн. Главное условие, чтобы в лайне были замкнутые линии. Желательно областей, которые по задумке отличаются друг от друга цветом. После этого выбираем нужные цвета для определенных частей. И делаем произвольные линии. Можно заметить, что под нашим слоем появляется слой тонирующей маски, на котором мы и работаем. После этого заходим в параметры инструмента и нажимаем кнопку обновить. Убираем галочку вот тут и готово. Наш арт полностью залит цветом. Девятая функция это возможность создания шаблона для комиксов. От европейских до манг. Сделать это можно на этапе создания нового файла. Я считаю это супер полезная функция, особенно если вы практикуетесь с рисованием комиксов. Также на основе этих шаблонов можно сделать свои. И десятая функция будет скорее обобщающий. В Крите очень подвижный и удобный интерфейс. Тут можно изменять панели, увеличивать, уменьшать, перемещать. Можно выбрать количество панелей и какие именно будут видимыми. Также есть возможность абсолютно бесплатно и без заморочек поменять цветовую панель. Изменить ее до цветового круга или просто в прямоугольник. Думаю люди, которые работали в фотошопе понимают как этого не хватало. Да и вообще после того как вы настроили рабочую область под себя, это все дело можно легко сохранить, чтобы не потерять. Вот и все это были 10 функций Крита. Понятное дело, что их на самом деле намного больше. Я лишь перечислила те, о которых вы возможно не знали. И те, которые по моему мнению являются наиболее полезными и интересными. Ну а на этом все. Огромное спасибо за просмотр. Всем вдохновения и пока.